Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 20-й главе книги пророка Исаии Иерусалимского. Эта глава очень-очень короткая, всего-навсего 6 стихов. И, конечно, трудно угадать, чем руководствовались те, кто разбивал в средние века этот текст на главы, выделяя такой короткий отрывок в такую, в отдельную главу. Но, тем не менее, вот это так. Крохотная глава, в которой, между тем, говорится о достаточно важных вещах. Во-первых, пророк здесь записывает, что некоторые полководят царя Саргона, а сирийского приходят в святую землю, воюют в Израиле и захватывают город Азот. И в это время Господь говорит Исаия, пойди с ними в ретище с чресла твоих и сбрось сандалии. И он так и сделал, ходил ногой и босой. И дальше вот Господь говорит, как Исаия ходит ногой и босой, три года. Так поведет царь ассирийский пленников из Египта. Это, во-первых, довольно прозрачный образ, потому что всякий раз, когда Исаия спрашивает, почему ты ходишь босиком и без одежды, он говорит, в знак того, что вот так повлекут ассирийцы пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, ногими и босыми в посрамление Египту. Тогда, говорит пророк, ужаснутся, устыдятся из-за Эфиопии, на которую они надеялись. Израильские и иудейские, особенно цари, тоже очень даже надеялись на Египет и Эфиопию. И, по-видимому, для внутренней, так сказать, политики и Иерусалима важно было свидетельство пророка о поражении этой парочки Египта и Эфиопии, о том, что ногими и босыми повлекут их в плен. Но, кроме этого, еще важно, что здесь мы сталкиваемся, быть может, с одним из первых так называемых пророческих действий или притч действий, воплощенных притч, которые характерны для некоторых пророков, особенно, конечно, для Иеремии, отчасти и для Иезекииля тоже. Но вот в то же время это действие такое пророческое, оно здесь характерно и для Исаии, Иерусалимского, для его эпохи. Возможно, кстати, такое же действие пророческое стоит за первыми главами книги пророка Усии, которые формируются тоже вот в эту эпоху, в восьмом веке Дворчества Христова. Бог призывает своего пророка сделать нечто, бросающееся в глаза, что будет свидетельством для окружающих. Но в то же время это не проповедь, когда человек выходит на кровлю и громогласно во всеуслышание объявляет нечто. Это не слова, а именно поступок, действие, которое должно вызывать вопросы, должно нуждаться в объяснении. Поэтому часто, вот как здесь в 20 главе, мы видим часто пророк и предлагает такое объяснение. «Раб Моисая ходил ногой и босой», потому что вот так ногими и босыми повлекут в ассирийский плен египтян и эфиоплиан. Последний стих этой главы. «Когда это все произойдет, в этот день жители Иудеи скажут, вот каковы на самом деле те, на кого мы надеялись, к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского, и что бы с нами было, если бы мы действительно на них положились». Это тоже, если хотите, один из фундаментальных мотивов политики Иерусалима, иерусалимских царей, потому что союзы, особенно с такими вот крупными державами, вроде Египта и Эфиопии, или Ассирии той же самой, чаще всего подразумевают некоторые, ну не то, чтобы прямо поклонение чужеземным богам, но проявление в разной форме почтения и уважения, что оказывается весьма небезопасно для веры самих израильтян. В общем, не стоит на эти самые все народы надеяться, на Бога надо надеяться, а так тебя это вовлечет в какие-то опасные союзы, опасные предприятия и опасные религиозные проявления. На Бога надо надеяться, вот в конечном итоге о чем вся эта крохотная глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok